и добрый сегодня хотелось бы поздравить первую очередь всех с праздником у нас пасха пожелать всем мира добра чтобы было все время мирное небо над головой чему посвящено видео видео хочу посвятить сегодня небольшим пояснением уточнением по поводу как проходит наставничество сколько по времени занимает сколько стоит как выглядит как он пара формате проходит и так далее это то что касается наставничества второй момент это сколько у меня тема не отпускает все-таки с литьем но я прошел уже этап создания силиконовых форм и отливки в дальнейшем из гипса гипс самый по себе материал неплохой но он декоративный материал то есть предназначен для создания фигурок статуэток не более того те кто хотят назначить гипсу более практичные свойства применения например сделать его дать им какой-то функционал что имею ввиду допустим картины рамки для картин или для фотографий то здесь они терпят как правило фиаск тяжело приспособить декоративный материал такой как гипс и назначить ему функцию сколько появляются проблемы с креплением раз на стене самого материала и второе как зафиксировать нем какой-то другой материал например такой как фотография ну либо картина так вот гипс мы прошли поняли что гипс здорово замечательно классная маржинальность здорово из него получаются отливки хороший достаточно четкий отпечаток но есть проблема он несет никакую функцию а хотелось бы чтобы изделие было функционально а литье мне не отпускает так вот хочется перейти на следующий этап и этот этап создание изделий из бетона именно художественного бетона что имею ввиду это вазоны это колонны наверно пока все то есть вазоны и колонны меня больше всего привлекает и интересует на сегодняшний день для них нужен материал более практичный например такой как бетон чтобы изделие можно было выставлять на улицу чтобы она была тяжелая чтобы но было интересно и красиво и долго стояла на открытом воздухе ему при этом ничего не делалось не ветер не дождь и стояла долгие годы и у него появляется функциональная применение применение то есть из колонн можно выстраивать какие-то заборы ограждения можно использовать их качестве подставок под что-то под те же самые вазоны если вазон у нас небольшой либо не использовать их как подставки под какие-то декоративное освещение на наружнее научно так вот чтобы подойти к этому этапу на создание именно архитектурных изделий из архитектурного бетона нужно хорошая модель а с моделью то у нас как всегда проблема что взять гипс а теперь что взять тот же самый архитектурный бетон так вот чтобы создать модельку нужно приложить большое количество усилий готовых моделей на рынке нет хорошая модель стоит дорого да никто не готов за нее браться поэтому сейчас я нахожусь на этапе создания именно колонны колонны модель будет выполнена из дерева размер колонны ширина глубина 400 на 400 высота 760 миллиметров это будет квадратная колонна подставка дальнейшем под вазон вазон тоже придется дальнейшем изготовить но сначала хотелось бы попробовать изготовить колонну скорее всего форма и колонна будет составные состоять из нескольких частей почему бетон сам по себе материал тяжелый и таскать перевозить отливать кантовать все это будет весьма и весьма непросто так чтобы упростить себе задачу и и снизить нагрузку на спину хотелось бы чтобы эта колонна была составная из частей основания средняя часть и крышка удобно изготавливать отливать удобно монтируя перевозить транспортировать тогда вот для этих целей сейчас именно на этапе создания модели изготовления колонны из дерева она будет деревянная я сейчас и нахожусь как будет готова покажу готовый результат в качестве модели то есть поэтапно покажу модельку как она будет выглядеть из чего состоять каких частей а потом постараюсь показать весь этап создания формы форма скорее всего будет не силиконовая поясню почему тоже немаловажный момент пришел тоже с опытом если форму изготавливать силиконовую на геометрически правильных фигурах а там есть углы радиусы галтели и так далее то при отливке на всех прямолинейных участках на углах если силиконовая форма немножечко искривиться вы неправильно форму собрали материал ее даванул либо еще по какой-то причине она неровно стояла то все неровности вот эти вот искривления на прямых участках на углах особенно будет заметно это будет видно соответственно у вас шла колонна ровно-ровно потом раз что-то вильнула это некрасиво и чтобы избежать таких вот моментов хочется попробовать изготовить форму не из силикона нужен другой материал чтобы он постоянно держал геометрию чтобы не было этих кручений поэтому форма будет скорее всего стеклопластиковая тоже немаловажный момент потому что многие когда отливают фигурки статуэтки фигурки там материал формы силикон и это принципиально поскольку есть кубики поднутрения обратные углы тяжелая расформовка нужно эластичная подвижный эластичный подвижный вкладыш здесь же форм прямолинейные легко делится по углам и надо делать форму из стеклопластика исключить силикон как таковой полиуретан в том числе с полиуретана будет те же самые проблемы если вы присмотритесь к готовым колоннам уже они есть на рынке то качество их как раз и говорит о том что там у них нет геометрии угол завален скругление не то либо плоской сгуляла и так далее этом материал будет обязательно не силикон и не полиуретан так по поводу самой колонны как она выглядит сейчас в проекте постараюсь показать не забуду если вставлю в это видео фотографии в 3d модели сколько она была разработана сначала именно как 3d модель потом было сделан раскрой долго подбирал именно пропорции какое вижу не просто на самом деле изготовить классическое изделие такое как колонна чтобы у него были пропорциональные радиусы галтели у них был пропорционально одна часть другой чтобы не смотрелась верхняя часть очень громоздкой по отношению к нижней и так далее вот на это ушло достаточно немаленькое количество времени чтобы сама модель в хотя бы в 3d виде смотрелась гармонично под потом был сделан раскрой это ли были напиленные сейчас осталось собрать их кучу запилить углы склеить и подготовить модель именно к снятию формы тоже непростая задача есть на чем работать много работы не надо еще как-то успевать между основными задач так вот не забуду если то обязательно вставлю 3d модель и пару фотографий в промежуточном результате что сейчас выглядит как она выглядит в дереве и когда уже будет готова чтобы было чем сравнить то есть чего мы будем снимать форму и как она собиралась чтобы вы могли оценить почему готовых хороших качественных моделей на сегодняшний день на рынке нет вот и к этому это то что касалось самой модели почему меня все-таки это не пуск не отпускает тема литье мне очень близко нравится она мне но с гипсом хочется завязать поскольку это все-таки декоративный материал и применение практическое его как таковое исчерпан сувенир куда фигурки до лепнину да но не больше на этом как таковое применение гипса как декоративный материал заканчивается для снятия слепков он подходит для изготовления изделий шликер методом шликерного литья тоже да но практического применения такое как колонны уличная архитектура нет а хочется что-то более монументальное более вечное так теперь второй момент это что касается наставничество поскольку многие обращаются и задают вопросы как выглядит наставничество как она проходит в каком формате сколько стоит и самое главное сколько занимает это времени сразу скажу по времени что в среднем когда я общаюсь с человеком тот кто хочет пройти наставничество и у него есть готовая фигурка хочется снять форму попробовать свои силы в литье задает вопрос сколько по времени это будет проходить хорошее наставничество должно проходить как минимум два месяца два почему два и у всех возникает вопрос долго почему так долго можно форму изготовить гораздо быстрее да можно если у вас есть опыт наличие материалов вы не боитесь ими работать у вас отсутствует страх понимание как замешивать материал как его наносить с какими трудностями вы можете столкнуться но когда этого всего нет материала нет есть страх при работе с материалом не знаешь как его замешивать а самое главное нет личного времени у каждого из вас и из вас есть работа дети семья им тоже надо уделять время в результате из двадцати четырех часов времени у вас остается перед сном ну максимум два вот если эти два часа в день вы сможете потратить на свое хобби для того чтобы создать силиконную форму то по времени на изготовление вашей первой силиконной формы уйдет два месяца и это немало но это именно как раз тот промежуток времени который необходим для того чтобы усвоить материал если сократить это время ужаться то тяжело будет усваивать тот объем информации который необходим будет запихать в этот месяц некоторые получается да сделайте за месяц но как показывает практика у большинства людей время в два месяца это лишь разминка поскольку не всегда есть возможность поработать после своей основной работы есть семья дети есть желание отдохнуть кто-то устает кто-то болеет у кого-то отпуск и так далее и в среднем от двух месяцев до полугода иногда занимает создание первой силиконовой формы долго ли это до долго больше двух месяцев я бы не рекомендовал растягивать создание первой силиконовой форм почему знания которые были приобретены за первые два месяца условно они утрачиваются то есть если ты постоянно работаешь над созданием силиконовой формы или над любым другим делом то знания они упорядочиваются если же ты бросил на какой-то промежуток времени то тяжело потом вспомнить а как ты делал раньше это потому что приходит новые знания прошел промежуток времени большой достаточно между тем и этим подходом к силиконовой формы форме и в итоге получается что затея это как бы бессмысленно самая главная цель которую я преследую при взятии человека на наставничество чтобы прежде всего он получил опыт собственный самостоятельно поскольку все он делает своими собственными руками а когда ты сначала поработал потом бросил потом вернулся опыта как такового нет готова силиконовой формы у тебя однозначно будет поскольку мы с тобой пройдем все этапы создания силиконовой формы вместе все ты будешь делать своими собственными руками тебя будет на выходе готова силиконовой будет готовая отливка то есть мы работаем до с тобой до отливки чтобы у тебя на выходе блан то есть форма будет отливка будет опыта будет мало поэтому прежде всего когда вы хотите записаться на наставничество рекомендую учитывать как минимум несколько вещей первое чтобы у вас была уже готовая фигурка с которой вы хотите снять форму требование к фигурке она должна быть небольшая до двадцати пяти сантиметров высотой меньше пятнадцати или двадцати наверно не стоит сколько как такового опыта по созданию силиконовой формы на маленьких фигурках получить сложно там нечего делить особо там нет плоскостей разъема то нет глубоких поднутрений как такового опыта вам не придет поэтому 20 25 оптимальный размер больше 20 и вы просто усложняете себе задачу а ваша задача на сегодняшний день получить просто опыт понять как создается силиконовая форма пройти все этапы самостоятельно шаг за шагом чтобы на выходе она получилась научиться наносить материал замешивать его делить модель подготавливать ее к снятию силиконовой формы так далее а большая сель моделька у вам просто усложняет задачу вот и все не надо 25 это первый критерий второе сильно сложную брать тоже не надо поскольку чем больше плоскостей разъема тем ваш еще не сформировавшийся мозг так скажем который должен приспособиться к новым условиям как пойдут плоскости разъема почему они пойдут именно здесь как замешивать материал как его наносить как делить модель как выставлять плоскость разъема как наносить разделительные смазки там информации много и на каждом этапе есть нюанс еще к этому дополнительно задать сложность модели у которая состоит из нескольких плоскостей разъема вы просто сами себя запутаете не надо брать сложно лучше взять небольшую фигурку из магазина выполненную из гипса но у которой нормальные плоскости разъема нет космических расхождений во швах то есть чтобы у нее между лицевой и тыльной сторонами ну лицом и попой скажем не было громадного шва который явно выделялся и над ним пришлось бы работать минимальное количество пузырей нет большого шва ну и более менее она вам нравилась это для того чтобы получить опыт по созданию силикона формы ну и фигурка небольшая высотой до 25 сантиметров это то что касается фигурки многие обращаются 3d скульптором назовем их так 3d модельщикам дизайнерам которые печатают на 3d принтерах чтобы создать что-то уникальное оригинальное и неповторимое потому что банальщина которая стоит сейчас на полках она всем уже надоело но дело в том что скульпторы 3d модельщики они не по не всегда правильно вас могут понять что вы хотите у них у самих нет опыта в создании силиконовых форм нет опыта в литье и поэтому вы показываете фигурку из интернета и он точно такую же ее создает ну или очень похожую с ограничениями на 3d печать а литье накладывает свои определенные ограничения и в результате ваша модель за которую вы заплатили 3d скульптору 3d модельщику из-за 3d печать она оказывается либо совсем непригодна для тиражирования и снятия силиконовой формы либо ограничена годная и вот в этом начинается беда ко мне часто обращаются люди гридима я хочу снять силиконовую форму вот с этой возьми меня на наставничество и показывать фотографии модели мне приходится им отказывать и говорить эта модель не подходит для снятия силиконовой формы либо в процессе расформовки либо в процессе эксплуатации или транспортировки до заказчика ну или где она будет стоять поэтому 3d модельщиков и 3d дизайнеров стоит рассматривать только в том случае если у вас уже есть опыт создание силиконовой формы и опыт в литье то есть вы четко понимаете что вы хотите какие ограничения на вас накладывает литье какие ограничения могут быть у силиконовой формы какие проблемы могут быть с отливкой где будут воздушные пузыри где будут непроливы где будут обратные углы где будут тонкие места которые отломаются в процессе расформовки или эксплуатации и все это надо будет учитывать если этого опыта нет то 3d модельщиков 3d дизайнеров и даже скульпторов перед которым вы правильно и корректно не можете поставить задачу стоит пока что то двинуть в сторону и начать получать опыт на небольших фигурках взятых из магазина просто гипсовых более менее не страшненьких которых минимальное количество пузырей у которых нормальные швы плоскости разъема и невысокие вот тогда опыт там можно получить а потом уже когда натренировавшись сняв несколько силиконовых форм с простых фигурок можно переходить к более сложным которые стоят на четырех лапах или кашпо там принцип один и тот же это то что касается самой фигурки или модели и сколько по времени это занимает в среднем что еще как проходит сам формат между наставником и учеником назовем это так конечно я не учитель но некоторые воспринимают меня именно так формат взаимодействия происходит в WhatsApp для меня самый удобный при помощи голосовых сообщений и фотографий на каждом этапе создания силиконовой формы вы отправляете мне фотографии на которых я при помощи стрелок корректирую в том вас или ином направлении то есть здесь добавить тут убавить тут подвинуть тут нарастить здесь отнять рисую фотографию записываю голосовую нарисую на фотографии записываю голосовую и так шаг за шагом к примеру необходимо создать плоскость разъема вы отправляете мне фотографию модели со всех сторон спереди слева справа сзади сверху и снизу чтобы у меня было объемное представление об вашей модели и когда оно появляется я уже по фотографии которые вы мне отправили создаю плоскости разъема рисую прямо на фотографии если у вас нет вопросов вы то же самое пытаетесь сделать на своей модели берете маркер либо карандаш и начинаете ее размечать после того как разметили отправляете мне фотографии опять в круг я их проверяю отвечаю я примерно в течение получаса ну максимум час проверяю и если там все хорошо говорю окей переходим к следующему этапу если что-то не так говорю давай подвинем отмечаю то место и отправляю фото обратно говорю давай подвинем левее плоскость разъема либо правее и поясняю почему работаю я с каждым индивидуально у меня есть материал раздаточный в качестве видео который я использую как базу все это лежит бесплатно в ютубе в свободном доступе но порой тяжело некоторым найти это скидываю ссылочки даю дополнительное голосовое сообщение помечаю нюансы на вашей модели отправлю на фотографиях отправляю обратную связь и с каждым работаю индивидуально и так происходит взаимодействие наше с вами шаг за шагом от выбора плоскости разъема создание силиконового вкладыша армирование нанесение разделительных смазок изготовление жесткого кожуха работа с поднутрениями и вплоть до отливки после того как у нас с вами появилась готовая силиконовая форма мы обязательно ее должны обкатать то есть получить первую отливку из гипса и вот после того как у нас с вами все получилось у вас есть форма вы научились отливать из этой формы получились хорошая качественная отливка без дыр непроливов и еще каких-нибудь изъянов то на этом можно считать нашу с вами работу законченной работа по созданию силиконовой формы она не простая и как кому-то может показаться на основании тех видео которые бывают в интернете что раз-два и готовы это не так везде есть технология которую надо соблюдать а если у нас будет отступление от технологии в ту или иную историю в сторону будет обязательно брак надеюсь у меня получилось донести до вас подробно формат как проходит наставничество в каких этапах оно состоит сколько по времени занимает если же и ко мне остались вопросы по этому поводу обязательно пишите это в комментариях под видео оставлю телефон ватсап на него тоже пишите если будут вопросы задавайте но и в ближайшее время если с моделью сложится все хорошо сейчас не забыть прикрепить фотографии промежуточного результата то покажу покажу все этапы создания формы для колонны как это будет выглядеть промежуточные этапы поскольку все таки меня эта тема не отпускает ну а на этом хочу попрощаться с вами и сказать спасибо вам за внимание и скоро увидимся и что все 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 Продолжение следует...